Украина Украина Каждый год в середине сентября европейские друзья Украины едут в Крым Саммит Ялтинская европейская стратегия хоть и называют самым большим в Восточной Европе институтом публичной дипломатии но за 10 лет своего существования он так и не стал официальным форумом с подписанием важных бумаг но именно здесь, в Ялте сразу после старта нового политического сезона и в разгар бархатного курортного в этом году он, правда, выдался прохладным так хорошо угадываются все настроения, тенденции и стратегии Сцена первая, нарядная Дорогой особняк в центре старой Ялты действующие лица, политики и чиновники меню фуршетное с алкогольными напитками и выступлением звезды саксофониста Игоря Бутмана его называют просто символ российского джаза Главные герои еврокомиссар и шведский министр в прошлом году они изрядно подпортили настроение и аппетит вспомнив в разгар банкета о Тимошенко и сидевшем на тот момент Луценко в этом сентябре оба добродушны как никогда Прогресс, который демонстрирует Украина в последние месяцы особенно недели беспрецедентный Я никогда и нигде не видел столько серьезных шагов которые делает Украина Вхождение в таможенный союз приведет к падению украинского ВВП на 40% а зона свободной торговли СЕС принесет вам 12% роста Сцена вторая те же и президенты он на правах хозяина она в Ялте впервые В летней резиденции русских царей Виктор Янукович говорит о 500 миллиардных инвестиционных возможностях Украины помощи Сирии и евроинтеграции Тему Тимошенко и ее газовых контрактов сознательно обходит Даля Грибаускай ты почти обиделась В Литве нет Тимошенко но ее страна платит за газ больше, чем Украина С математикой у политика не сложилось Вы 479 В Украине должна быть в таком разе цена более 400 более 400 а мы платим сегодня 529 на сегодняшний день потом скидка 100 так это цена причем тут скидка скидка это база войсковая база поэтому жертвы здесь тут очень поганые для нас сцена третья ревность кто поведет к алтарю Виктора Януковича при забитом до отказа зале шантажируют отставкой удар отражен взрыв подписания это означает взрыв будущих планов готовы ли вы в этом случае пойти в отставку я знаю я знаю и вы знаете что это держать удар удар да я держал удар в своем жизни очень много разов и прошел через все жизнь держи удары встает Луценко бывший министр предложил президенту помиловать бывшего премьера Тимошенко так же как и его полгода назад на настроение евро чиновников пух и прах заявления опять стали ультимативными я уже говорила что конкретный вариант выпущена совсем частично лечиться или песни петь я не хочу спекулировать но вопрос Тимошенко должен в одной или одной форме быть решен так чтобы это было и приемлемо для европейского сообщества под занавес первого дня саммита фронтмены этого года американец Билл Клинтон и англичанин Тони Блэр напряженность немного снимут дуэту в Ялте хорошо да и подобные публичные лекции давно стали для отставных политиков приличным источником дохода поговаривают их визит обошелся в шестизначный гонорар в долларах поэтому такой урок дорогого стоит вы прекрасно можете сосуществовать с Россией и быть в ассоциации с ЕС и даже быть членом Евросоюза в вашей истории есть хорошие примеры взаимодействия как с одной так и с другой стороной в 2025 году я думаю Украина уже будет полноправным членом ЕС на пути к ассоциации вам еще предстоит решить ряд вопросов но мы будем с вами и поможем вам сцена ночная посиделки родственников с обеих сторон и выступления как тосты с пожеланиями в шатре над морем можно послушать спич бывшего госсекретаря США и бессменной супруги Билла Клинтона речь Хиллари в лучших традициях ораторского мастерства изобилует метафорами долгими паузами и широкими жестами Украине и забракованному Россией шоколаду от доплачатся респект список природных ресурсов которыми богата Украина в частности природный исландцевый газ дадут возможность стать энергетически независимой ее сельхозпродукты прекрасные шоколадные конфеты можно экспортировать во многие страны эти огромные богатства говорят о том что у Украины большое будущее новый день новые гости в Ялту приехал украинский премьер в его дискуссионной панели он единственный спикер никому ничего не доказывая просто заявляет одна Украина ГТС долго не потянет несмотря на присоединение к европейской энергетической хартии денег на модернизацию трубы как не было так и нет где же взаимность поэтому в европейской стратегии не все так просто дорогие мои нет только роз есть и шипы и если мы реалисты то мы должны эти шипы ну по крайней мере удалять чтобы они руки не ковали а что же вы хотели газ только цветочки советник Путина с плохо скрываемым злорадством предупреждает о будущих проблемах Украины это соглашение с отказом от суверенитета с отказом от суверенных функций украинского государства в области торгово-экономической политики мы теперь уже не сможем с украинским правительством напрямую обсуждать торгово-экономический вопрос потому что между нами по этому соглашению встанет совет ассоциации иногда лучше помолчать сделать паузу и найти какие-то приемлемые решения именно взвешенная позиция политического руководства Украины говорит о том что мы не реагируем на какие-то иногда даже может быть недопустимые с дипломатической точки зрения заявления исходя исходя из одного что наши стратегические интересы заключаются в том чтобы не позволить эмоциям возобладать верх над разумными грамотными экономическими решениями сцена последняя философская между востоком и западом второй президент украины балансировал ровно 10 лет договариваться всегда было трудно сколько раз Путин заявлял что Россия хочет подписать с европейским союзом зону свободной торговли почему им можно а нам нельзя так что переживем я думаю какие-то неприятности будут до саммита в Вильнюсе осталось 67 дней но понятно подпишет ли Евросоюз соглашение об ассоциации станет уже 21 октября на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге поэтому удивить европейцев выполнением домашнего задания в полном объеме Украина должна в течение ближайшего месяца а пока занавес из Ялты Наталья Кравченко Вячеслав Филюшкин события недели и продолжая тему политических свадеб в истории про Украину и ассоциацию с ЕС в роли отвергнутого жениха оказалась Россия ну по крайней мере так ей кажется на этой неделе на форуме Валдай это мероприятие очень похоже на ялтинскую встречу президент России Владимир Путин пожалуй впервые высказался о европейском выборе Украины не слишком старательно подбирая слова а зато все понятно об Украине России и Европе Владимир Путин говорил минут 10 сначала о европейцах они ведь привыкли в Европе как по известному принципу сначала давай съедим твое а потом каждый свое потом о месте Украины на карте мира это часть нашего большого российского мира российско-украинского ну так суде было угодно что сегодня эта территория является независимым государством и мы относимся к этому с уважением и об истории Украины как он ее понимает Украина к сегодняшнему своему состоянию шла долгим и тяжелым путем она была частью то одного государства то другого государства и в каждом из государственных образований части Украины не были прелегированы части а вот объединившись в единую Русь и эта часть страны стала развиваться быстрыми темпами и наконец просьба не обижаться во всем что говорится и делается со стороны России ничего личного только бизнес Владимир Путин впервые за долгое время признал Россия тоже хочет единую экономическую зону с Евросоюзом ведь мы Россия мы тоже собираемся подписать базовое соглашение новое это все возможно в чем разница знаете заключается в том что уровень таможенной защиты у нас больше чем у Украины по-моему в два раза и наконец деловое предложение сначала вы к нам в ТС а потом вместе начнем переговоры с Европой и Украина нужна России чтобы выторговать условия получше мы полагаем что если бы Украина присоединилась к таможенному союзу а потом мы скоординировали бы свои общие усилия и вели бы переговоры с европейцами у нас больше шансов выговорить больше лучшие условия а Европа остается нашим главным торгово-экономическим партнером 50% оборотов у нас приходится на Евросоюз кстати главный торговый партнер России Евросоюз еще на прошлой неделе пригрозил Кремлю Европарламент принял жесткую резолюцию если давление на Украину не прекратится Европа пожалуется ВТО а та может ввести против России экономические санкции Госдума России на этой неделе ответила европейцам в стиле нечего нас пугать не лезьте не в свое дело заявление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации будем самостоятельно определять каким образом выстраивать наше будущее с ближайшими соседями братскими для нас народами объединенными общим стремлением к сближению и свободному развитию без давления извне на основе уважения суверенитета и национальных интересов друг друга ну вот так пока Европа и Россия дерутся за право первой политической ночи с Украиной украинская оппозиция внезапно начала публично выяснять отношения кто из них единственный в смысле кому быть единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах начала разговор Юлия Тимошенко в своем письме из-за больничной решетки единым кандидатом от оппозиции должен стать тот кто получит больше всего голосов в первом туре голосования это честно прозрачно демократично я противник выдвижения единого кандидата в президенты Украины от оппозиции в первом туре выборов Юлия Тимошенко заключенная Качановской исправительной колонии экс-премьер-министр Украины Виталий Кличко не согласен с лидером Батькивщины единого кандидата нужно назвать сразу Я считаю что Юлия Владимировна в этом отношении не права наша четкая позиция выдвижения единого кандидата от демократических сил уже в первом туре Виталий Кличко лидер партии Удар Арсений Яценюк номер два в иерархии партии Батькивщина в ответ напомнил Виталию Кличко мол договорились же еще в мае кандидатов сначала будет несколько а потом один Есть документ подписанный 18 мая этого года и там стоит подпись Виталия Кличко Олега Тигнобока и моя Там четко определено что три политические силы договорились иметь единого кандидата во втором туре Арсений Яценюк глава фракции ВО Батькивщина Неправильно договорились считает бывший заключенный Менской исправительной колонии экс-министр внутренних дел Юрий Луценко Он, как и Кличко считает что нужен один единственный кандидат уже в первом туре У меня нет какого-либо личного интереса ведь победу каждого из кандидатов Тимошенко Яценюка Кличко Тягнебока я приму как свою личную победу однако как их друг я считаю что не могу молчать и мы не имеем права испытывать судьбу играя в спортлото Юрий Луценко экс-министр внутренних дел КОНЕЦ